Как известно, железная дорога – место повышенной опасности. Сотрудники РЖД и транспортная полиция ежедневно напоминают об этом гражданам. Снимаются сотни социальных роликов, раздаются тысячи памяток. Штрафуются нарушители, но, к сожалению, несчастные случаи на РЖД путях – не редкость. Только в августе на территории нашего округа произошло два несчастных случая. Скорым поездом была сбита 16-летняя девушка, она осталась жива, а товарным – мужчина, он погиб на месте. Тем не менее, само хозяйство РЖД требует постоянного ухода и контроля. Так, например, лестницы на эстакаду платформы 88-го километра постепенно приходят в негодность. Осыпается бетон, прогнели каркасы, ступени сбиты. В августе железнодорожники хотели закрыть станцию на ремонт, но потом почему-то от этой идеи отказались. А что думают люди по этому поводу? Ну, не хотелось бы закрывать эти ступеньки, чтобы закрывали нам этот переход. Не хотелось ехать куда-то далеко. А ремонтировать надо. Ну, как, не знаю. Ну, получше, конечно, было бы. Особенно вот в зимнее-то время там, где и плохие есть. И высоко уж очень. А если совсем закроют на ремонт, как будет? Ой, не знаю. Это уж я, наверное, придумают что-нибудь. Если закроют, как мы будем ездить? Я даже представления не имею. Не знаю. Я считаю, лестницы было бы неплохо поменять. Вот лестницы конкретно уже так устарели. На станции «Цемгигант» ситуация вообще интересная. Два года назад здесь разобрали переход через пути, потому что он не отвечал требования безопасности. А вот новые делать не стали. С тех пор люди, рискуя жизнью, штурмуют крутые спуски, потому что ближайший переход на другом конце платформы. Вообще, ремонт железнодорожного полотна платформы прилегающей территории – больная тема для всех, кто пользуется этим видом транспорта. А таких в Воскресенске немало. В округе насчитывается почти 20 станций. Одна из самых злополучных – Москворецкая. Именно здесь погибает больше всего пешеходов. Например, прогон, через который раньше гоняли скот, стал опасен и для водителей. После того, как над скотопрогоном рельсы отсыпали так называемым балластом, ездить под ним стало опасно. Вчера проезжала в тоннеле под железной дорогой, где микрорайон Москворецкий. В это время началось движение электропоезда. И на момент выезда из арки в меня попадает хороший камень, то есть в меня лобовое стекло, ну там такой размером, наверное, с куриное яйцо. И, соответственно, я получаю скол на своем лобовом стекле, на новой машине. Это вообще, на самом деле, как бы дорогое удовольствие сейчас все эти замены. Щебень над аркой ничем не закреплен, что создает реальную угрозу ДТП. А компенсировать сумму за разбитое стекло через суд – дело долгое, и не каждый решится на этот процесс. Деньги за подобные инциденты удается получить только самым упорным. Например, жителю Екатеринбурга на лобовое стекло машины, которого тоже упал камень с моста РЖД. С большим трудом он отсудил почти 100 тысяч рублей. И все же хотелось бы, чтобы путейцы не дожидались судебных исков, а реагировали на мнения и пожелания жителей без заявлений в прокуратуру. Руслан Полянин, Новости Скорвект.